Повелитель расчесок и ножниц без парикмахера в наши дни мало кто обходится. В советское время эта профессия считалась вполне заурядной. Человек, делающий стрижку, мало чем отличался от слесаря или, к примеру, работника химчистки. Сегодня все не так. Он и художник, и психолог, а иногда и аниматор. Ведь прическа важна не только для взрослых, но и для самых маленьких. Попробовала, мне понравилось. Я очень люблю детей, поэтому мне больше нравится работать с детьми, чем со взрослыми. Желание клиента – закон. Иногда современным цирюльникам приходится биться за каждый миллиметр волос. А бывает, человек готов на любые эксперименты, выдержала бы шевелюра. Таких клиентов у Мелиссы хоть отбавляй. Она плетет косички и делает дреды. Кого только нет. И всякие педиатры, и кто роды принимает, врачи. Мелисса – ее творческий псевдоним. Под этим именем девушка живет уже 10 лет. Столько же работает нетрадиционным парикмахером. Красный диплом экономиста ей пока не пригодился. Скучная работа в офисе, говорит Мелисса, не сравнится с ее любимым занятием. Очень люблю свою работу, и она мне доставляет массу удовольствия. Так как ничего не может быть лучше, чем когда тебя уходит счастливый человек с прической, когда тебе потом звонят, пишут там люди и говорят, ой, спасибо, спасибо. Иногда приносят подарки. Праздник праздником. Вот только выходным днем его для парикмахеров никто не объявлял. Просто появился лишний повод поздравить мастера. Кстати, такой случай представится не единожды в году. Стилистов чествуют 3 воскресенья марта, а также, хоть и неофициально, 11 ноября. Считается, что дата 11.11 чем-то напоминает ножницы. Александра Сидоровна, Александр Королев, Алексей Чудин. Новости. Телеобъектив.